У нас в повестке 7 вопросов и присутствует 29 депутатов. Я предлагаю включить в повестку еще один вопрос. Уже 30 явился еще один, да. Я предлагаю включить один вопрос. Всем известно, что обсуждается очень бурно избирательная система. Я хотел бы, чтобы мы тоже депутаты обсудили и внесли свои изменения, чтобы Гагаузия была представлена депутатами. Предложение предложить Народном собрании Гагаузии и дать согласие на принятие с публичной собственностью государства, публичной собственностью от того Гагаузии объекта, деближемое выручство, лечебных учреждений Гуганевского района. Давайте мы включим вопрос, потом уже будете докладывать. И у меня есть еще один вопрос. Я хочу включить на следующую повестку дня, чтобы у нас отчиталось управление по спорту. Потому что там, я говорю, пока искали деньги на шапку, некоторые у нас личности, мы деньги нашли. Три человека в общей сложности, так получается. Вы искали на шапку, объясняли про шапку. Вот я вам объясняю, где деньги ваши. Пока вы шапки там делаете, шует писать. Хорошо, объясните. Начальник управления, среднемесячный, 11 месяцев. Нет, я говорю, мы включим на следующий вопрос, чтобы заслужить начальника управления по спорту. Потому что три человека в управлении по спорту, годовую зарплату получают 480 тысяч 970 рублей. Получили за прошлый год. Чиновники получают 15 тысяч рублей зарплату у нас получаются, бухгалтер получают еще и запитание. У нас бухгалтеры работают, уже кушают вместе с учениками. И не надо было его отпускать от этого кадра, он должен был вот здесь прийти и отчитаться. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Иосифович. Я хотел бы сказать всем коллегам, чтобы... Я не против рассмотрения вопроса, что Сергей Иосифович сказал, но давайте мы будем все четко соблюдать закон о рекламе. Это мы с процедурой, каким образом вопросом готовятся по виску дня. Я хотел бы обратить внимание председателя народного собрания и всего предвиду, что мы не должны процедурно нарушать вопросы, приготовить их на комиссии. Комиссия нужно давать заключение, направлять к президенту, что нужно рассматривать и направлять на национальное ровно собрание. Сергей Иосифович, простите, любая инициатива любого депутата должна быть рассмотрена, но согласно процедуре. А здесь это вопрос будет... Это готовится к следующему заседанию? На следующем собрании, чтобы понять, что... Пожалуйста, Григорьевич. Хочу поддержать Сергея Константиновича, то, что на следующем, это на следующем совершенно справедливо было отмечено. Иначе у нас многие вопросы принимаются на уровне, но если потом мы с этим числом пытаемся обнастикать визуальные коррективы. И те вопросы, которые были предложены коллегами в том, в связи, в связи международных связей и так далее, если это носит информационный характер, тогда они подлежат рассмотрению. У меня есть вопрос касательно нашей деятельности. Я хотел бы, чтобы мы включили последний вопрос. Как мы его назовем, что он будет в связи с того, какое решение делаем, для того, чтобы мы обсудили именно сами процедурные наши решения, как мы их принимаем. Потому что я вчера все время не узнаю, что у нас подседает юридическая комиссия, он не на плач, он работает. Законодательный орган есть юридическая комиссия. То есть мы должны, наш внутренний план, как мы соблюдаем, как мы готовимся до свидания, чтобы мы обсудили. Мы покажем, что побежали, чтобы мы там... В конце без камеры обсудили. Хорошо, принято. В конце останемся обсудим. Тогда включаем вопрос о соблюдении регламента. Да, по статье, потому что мы уже вторым чтим. Если есть вопросы у депутатов, можем сразу по статьям. В общем-то, я имею в виду, что все корректировки по результатам публичного слушания представлены в сравнительных отрицах, а также синхронизированные тексты проектов закона с указанием авторов поправок и введением специальным шрифтом для того, чтобы тексты воспринимали. Единственное, что я попрошу после того, как мы обсудим законность, он найдет поддержку большинства присутствующих депутатов, потому что здесь сроки указаны с учетом того, что законопроект был разработан еще в марте месяца, сегодня уже маль, и поэтому некоторые сроки в случае этого законности он будет подтвержден и необходимо будет скорректировать и пунктный комитет более оперативный объем будет соответствующие расчеты опубликовать, а местным советам предоставить соответствующие проекты для финансирования и, соответственно, чтобы потом институтный комитет все собрал и представлено для... Пожалуйста, я вот читаю стадию первого закона, и у меня осталось сообщение, что я читаю пояснительные записки к закону, то есть закон очень четко регламентировать отдельные нормы, установительность проведения и прозраченные механизмы, то есть мы пишем статье, мы могли бы прямо влезть, мы могли бы указать пояснительные подъяснения статье. Я не согласен с вашим вопросом. Уважаемые коллеги, закон уже почти три месяца находится на рассмотрении у всех комиссий, более того, как уже говорила, в городском публичном слушании, к сожалению, от других не поступало замечаний по тексту закона, и мне сейчас нужно, конечно, реагировать буквально онлайн на третье предложение. По поводу предложения исполнительного комитета, в части того, что проектно-сооправляется исполнительным комитетом, вопрос в мире, но то, что касается, не могут быть измены народного собрания, по меньшим мере, это логично, поскольку народное собрание, конечно, в итоге не скрустает в селе стратегии программы социально-экономического развития и так далее. Достаточно, мне кажется, то, что исполнительный полностью сохранить эту мысль, что приоритетность проекта регионального значения определяется исполнительным комитетом, исходя из региональных стратегий, программ и так далее. Я не вижу, скажем, предложение, другое очень легче, скажем, и предложение исполнительного комитета и департаментного собрания расскажем разницы, только лишь разница в толковании или в правильном изложении нормы закона. Я предложил бы таким образом, когда мы говорим о приоритетности проекта социально-экономического развития, безумно они определенные в программе социально-экономического развития и в программе Башкана Гагаузии, то есть исполнительный комитет. На самом деле мы здесь очень много сложно подчиненных предложений, которых можно просто упростить. Я предлагаю следующим образом формулировку. Приоритетность проекта регионального значения, определенный исполнительный комитет Гагаузии, которые соответствуют программам социально-экономического развития и региональному развитию, утвержден за данным программом биологии. Все. Василий Константинович, в принципе, сказал очень правильно. Программа, которую мы утверждаем и поддерживаем, есть программа «Исполкона». Мы не должны перетягивать какие-то полночные в свою сторону. Мы должны не мешать работать. Но мы можем вносить какие-то коллективы. Так что я прошу поддерживать проект «Исполкона». Уважаемые коллеги, я делаю для сладости впечатления, что все интуитивы распределили последние населенные пункты на этих коэффициентах. Вы сами бы очень признали, что крупные населенные пункты и так отделены. Вы сами это утверждаем. Я не готов сегодня сказать, что большие населенные пункты, где может быть налогов чисто по пропорции людям, платят больше, чем в некоторых основных населенных пунктах, и они должны быть отделены. Справедливость, если мы говорим о справедливости, давайте мы справедливо будем распределять на душу населения, на каждого человека. И если позиции исполкнуты по этому поводу, потому что все так абстрактно, все говорят, выступают камни с СССР. Давайте мы справедливо рассмотрим. Я не вижу в этой форме справедливости. Если вы предлагаете чисто про национальные дожители, я готова вот стать на руках. Мы говорили о депутатизации, о справедливом распределении, о взятии за основу определенного критерия, доступного, понятного для каждого гражданина, а тут перетягивание каната. И где-то дискрипционный характер даже вот эти нормы имеют, как вот эта часть, так и часть шестая, девятая. То есть мы требуем от страны распределения капитальных инвестиций, исходя из одного критерия, на жителя населения. Мы справедливо требуем. И этот критерий придет поднимание во многих странах мира и в отношениях международного образованиями, в том числе центральными властями. И в то же время внутренне у себя мы применяем совершенно иные правила. Значит, изначально в нашей редакции стояла однозначная передача 4 миллионов на покрытие ущерба исполнительному комитету. Но мы входили в разрез одной из статей уложений, в которой написано, что резервный фонд делится 50 на 50. Поэтому и внесли для того, чтобы не нарушать закон, что 50 остается у нас, а 50% остается у исполнительного комитета. Но в любом случае, в любом случае, я предлагаю, мы сделаем так, как по закону 50 на 50, а распределять и утверждать это распределение были по представленному вами независимо. У вас чуть, то ли и с наших начнем, то ли с ваших, вообще не имеет значения. Пропорционально выделено 500 тысяч четверг лунги, 250 с нас, что 250 с вас. Мы за то, чтобы они были у вас. Просто мы нарушим опять все законы. Смотрите по механизму, какая ситуация. Часть резервного фонда из полкомовского вы не утверждаете, утверждается полком самостоятельно. Как и мы не утверждаем вашу сумму. Мы сейчас войдем в коллизию определенную. Получится, мне все-таки кажется, что должен быть один источник. Давайте подумаем, какой механизм найти правильный и финансовый, чтобы мы облегчили всю эту процедуру. Потому что руководителем комитета чрезвычайной ситуации является Вадим Петрович Чабан. У него скоплена вся информация по этому ущербу. Если мы определяемся, что эти целенаправленные 4 миллиона идут, то мы распределяем по всем населенным пунктам и так далее. И потом, хотя не обязаны, но... Давайте сначала мы сделаем так. Надо понять, чтобы было прозрачное язвание. Как мы делаем? Есть резервный фонд. Мы его не трогаем никуда, пока. Кроме как на реализацию проектов по стихийным детстве. Какие проекты? Чрезвычайная ситуация. По чрезвычайным ситуациям. Значит, что... Я еще раз, что я предлагаю. Мы сейчас выделили 4 миллиона. Вдруг нам понадобится 6, может, не потолить с ищем. Может, нам нужно будет всего 3. Давайте сейчас 4 миллиона. Дождемся то, что... Вот они у нас будут уже в резерве. Мы их уже выделили, деньги не трогаем. И то, что предложит председатель Вадим Петрович через заплату нам для обсуждения. Мы утвердим те населенные пункты и те суммы. И в тот момент сразу же утвердим, с какой суммы будем давать. Мы же сейчас ничего не обсуждали. Давайте пока их выделим. Понимаете... Разрезервируем. Господин депутат, вопрос заключается в том, что законодательно та часть денег, которая находится в резервном фонде исполнительного комитета, вы не утверждаете так по закону. Как и мы не вмешиваемся... Нет, нет, нет. Так что... Не такое положение. Нет. Все правильно. Рестуха резервная. Послушайте меня. Греб, постановка вопроса правил, что сейчас изобретаем велосипед, когда говорим о резервном фонде, почему так, если мы так поступим, как предлагают наши коллеги депутаты, то мы не сможем эти деньги выделить на те цели, для чего они предназначены. Поскольку резервный фонд, депутатский, он предназначен только для определенных целей, для оказания помощи социально уязвимых словам населения и прочее. Все, закрыли на эту тему. Александр Григорьевич, когда начинали исполнительный комитет, что у нас исполнительный комитет имеет свои деньги. У нас то премия и башка, она получается, то еще что-то получается. Сегодня выделяют деньги народное собрание. И сегодня, когда мы начинаем резервный фонд, где мы были раньше, уже карьеры, да, суки, ты бы все, бегаем, помогать кому-то, и ищем что-то делать. Я когда говорил, администрации надо вернуть обратно, чтобы они работали, никто не возвращает. У меня со сборки читают, что исполком просто месяц ходил вокруг да около вот этих проблем. Хватит вот это, башка выделил, исполком выделил. Сегодня выделяют деньгами занимается народное собрание. И как оно выделит, так оно и будет. Они оценивают ущерб. Если есть у них деньги в резервных фондах, которые они могут покрыть, они выделяют эти скислы. Далее, если у них нету этих средств, они выходят на высшую стоимость. Сергей Петрович, как это делается, вы знаете, Вадим Петрович? Сергей Паратьевич, давайте ставим вопрос на голосование. Карьбит, типа, что мы делаем? Карьбит, типа, все, вот это уже все свои деньги исправили. Что мы делаем сейчас? И сейчас мы говорим, сегодня это собрали, а потом еще и с полком месяц надо ходить. Через месяц мы опять начнем вернемся. Ставим вопрос. Давайте дискуссию заканчиваем. Вадим Петрович. Давай соберем за год, что соберемся, и в конце года один раз вводим. Сергей Паратьевич, Сергей Паратьевич, ставим вопрос на голосование. Ставим вопрос на голосование. Когда начинается скиденное бедствие, остается один Вадим Петрович, пресс-релиз, мы поступаем, Вадим Петрович человек говорит, и ничего не делаем. Вот тут стоят машины, я езжу вот это. Сергей Паратьевич, ставим вопрос на голосование. На голосование ставим. Наличие своих представителей в парламенте для автономии соответствует международной правовой базе в этой области, Например, декларация прав человека ООН, декларация прав лиц, принадлежащих национальным или этническим региозным или языковым меньшинствам. Рамочная комиссия Совета Европы по защите национальных меньшинств. Считаем, что накопленный европейский демократический опыт в том смысле изучения членов рабочих групп парламента народного собрания в Южной дереве Италии и Оландийских островах Финляндии дает право автономии требовать создания и реализации правового механизма, обеспечивающего представительство ООО ГГУЗИ в высшем законодательном органе Республики Молдова. Это возможно путем создания одномандатных избирательных округов на территории ГГУЗИ для избрания населения в ГГУЗИ на основе мажоритарного голосования декларации согласно численности населения автономии в сопоставлении с национальным показателем. Выражаем уверенность, что реформа избирательных законодательств со стороны с учетом высшем изложенных предложений в условиях одномандатной или смешанной системы на основе современных международных стандартов обеспечит надлежащие условия для политического участия национальных меньшинств, в данном случае ГГУЗИ в эффективном управлении страной. Если есть какие-то еще предложения, пожалуйста, мы будем... Сергей Артемьевич. Ну хорошо, мы этот вопрос соблюдаем. Я, собственно говоря, Петр Николаевич, в заднем сидит, он подготовил проект, нас скидывал и, собственно говоря, если обобщать, я беру просто фразу, что мы смогу добавить из заявления Николаевича по государству, чтобы добавить, что принципиально Республика Молдова является членом Совета Европы, который обязан в связи с международной игровой акции, закрепляющей международные стандарты в области избирательного права. Гарантия политического присутствия без грузии в соответствии с предоставлением ГГУЗИ в соответствии с предоставлением ГГУЗИ в соответствии с предоставлением многих европейских штрафов, которые те, кто имеют в связи с предоставленными национальными парламентами. Ну, собственно, об этом и другие. Главное всегда было заложить, что Республика Молдова является членом Совета Европы, она создает обязательства, исходя из... Спасибо, следующее, Александр Георгиевич. Потом Георгиевич. Я, может, и неправильно расположен, Вы сказали, что Уверин Франц читал задания по законному договору. Нет, нет, и у него тоже был. Георгиевич. Да не важно, кто автор, я думаю, все 35 депутатов, кто или иной мер, и мы объявили автор, подобного заявления, поскольку все они... Георгиевич. 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 Совместно. Я могу сказать, да, и Георгиевичу тоже особую благодарность, поскольку он часто инициирует подобного рода декларации. Но два момента, хотя бы первое. В этой декларации, мне помню, нам необходимо четко обозначить не просто свою позицию, но и одной политической ответственности, которую несут в себе законодатели парламента, если не трогать внимание пожелания ГГУЗИ. Причем эти пожелания основываются на соответствующих рекомендациях, в том числе и международных структур. Я не хотел бы, конечно, говорить о вещах, связанных с бойкотированием и так далее, но мы все здесь знаем, что подобного рода мнение сплошь и рядом, но слышно от наших избирателей, что если они будут политическую представительство, тогда с этим легитимности данного парламента, это народного СОПК, это ГГУЗИ и несколько мер. Нет, это одна составляющая. Вторая составляющая, я бы очень хотел, чтобы переведить не все остальные средства массовой информации и подобного рода заявления, это заявления политического характера, они, как правило, вы обратили внимание, уважаемая пресса, принимаются большинством, если не 100% всем депутатским корпусом, то есть отражают мнение абсолютно всего народа, а не мнение конкретных здесь депутатов, чтобы вот эти заявления были достоянием властности и озвучивались. В прошлый раз мы приняли заявление о нашем отношении к концессии землипередачи всей ГГУЗИ и к концессии американской фирмы. Оно не опубликовано. Нигде. Оно не опубликовано. Оно и нами не опубликовано, Сергей Афанатович, и Народным СОПК не опубликовано. Для чего мы принимаем это? Значит, смотрите, ситуация какая. Времени нет. Значит, заседание венецианской комиссии будет официально 14-16-го в июле. Вы понимаете, что заседание такого уровня – это конечный итог какой-то деятельности. То есть до этого будут рассматривать, анализировать и конкретно предлагать. Поэтому, на мой взгляд, или надо сегодня принимать этот отзыв, или в ближайшее время не откладываем на вторник. Это один порядок. С точки зрения депутатов, которые, я так понимаю, вы имеете в виду, используют потенциал депутатов, которые созданы из региона. Мы это реализуем как депутаты. Вот то, что я озвучил, в качестве законодательной инициативы в виде поправок. Мы, она подготовлена, скажем так, мы ее сделаем. Но, мало этого, надо, чтобы мы эту задачу добивались разными способами, как говорили здесь, мира, и на каждом этапе, чтобы мы делали правильные фактические движения. На сегодня я считаю правильным, чтобы позиция народа, собирая, была доведена до венецианской комиссии. Уважаемые коллеги, я как бы говорил, где касается интересов Гагалуфии, все должны быть вместе. Партийные интересы должны отпадывать на второй план. Политические заявления мы должны принять совместность с полкомом, а отзыв должны дать народное собрание. Я солидарен с Пётром Николаевичем, потому что он изнутри из этой кухни знает, он изучил, времени у нас нет. Мы должны сегодня сделать, принять, проголосовать за отзыв, сначала заявлять за отзыв. А в рамках облачной группы у нас уже назидание на будущую среду, имеем еще только документы и проявляем фаскар. Сейчас подготовим. В действительности, Башка должна, значит, использовать свои возможности, и она должна сделать свои. Уважаемый депутат, на голосование ставим, чтобы перейти дальше. Пожалуйста, Георгий Георгиевич, заканчиваем. Наши депутаты в Собиде Узии не идут, как такого, чтобы присутствовали депутаты в таком-то количестве. А под политическим представителем мы понимаем, прежде всего, гарантии исполнения и соблюдения положения закона о Георгий Георгий. А более говоря, простым юридическим иском, это предоставление права депутатов парламента, делегированного в Собиде Узии, значит, наложение вета и на принятие решений, касающихся интересов в Собиде Узии. Вот этот момент должен быть четко обозначен в заявлении. Если этого не будет, то нет смысла уже, в принципе, писать подобного рода обращения. Предложить, чтобы мы утвердили должность специального представителя народного собрания по межпарламентским связям. Для чего? Во-первых, этот представитель будет работать на обчисленных началах. Я думаю, что он будет выполнять очень важную задачу по налаживанию межпарламентских связей между народным собранием и парламентами других стран, чтобы у нас не возникали ситуации, которые мы имели место буквально не главное. Поэтому я предлагаю поручить постоянной комиссии по внешним связям и местным будущим следствия, чтобы они подготовили соответствующее положение. И на следующем заседании мы обсудили данное положение и приняли. Важно, что этот следственный следствия будет работать на обществе с началах, тем более что, как наши представители работают. Я думаю, что он нам нужен как законодательного органа нашего региона. Спасибо. Я хочу довести до сведения депутатов, что нас приглашали в Российскую Федерацию, в Мосгордуму, но некоторые экс-депутаты и на некоторых сайтах до сих пор написано, что руководство народного собрания отказалось ехать. Так я вам хочу сказать, мы не отказывались. Нам просто сказали, что переносится поездка в связи с тем, что у них... Да, на неопределенный срок. Но мы не отказались. Мы готовы были поехать. Просто они сказали, что у них на этот день назначено заседание. Ну понятно, что это была отговорка, но руководство народного собрания не отказывалось. Сегодня на некоторых интернет-ресурсах до сих пор написано, что мы отказались. Поэтому я не буду говорить на каких, но... Реагируйте сразу. Поэтому сейчас заседание есть. Представители международного собраниями, они есть. А должно быть в народном собрании, в народном собрании должно тоже работать плодотворно. Потому что пока не будет связи с другими партнерами, мы... Ставим вопрос на голосование. Да, пожалуйста, Георгий Георгиевич. Это обязанность председателя народного собрания. А для чего мы выбираем председателя народного собрания и заместителей? Объясните мне, пожалуйста, сидеть в президиуме? Сегодня, когда давайте не будем ходить вокруг, а если тебя там принимают, налаживают какие-то связи, открывают двери, вам много лучше, и председатель уже едет сюда, когда там уже подготовлена какая-то почва. Вот для этого нужен этот человек. Комиссию мы не можем собрать, даже когда ее заседать. Я понимаю, как я... Говорю, как я... Я понимаю, как красиво. Я не имел в виду комиссию Екатерины Федоровны. Я не имел в виду вашей комиссии. Просто там начинается другое. Я не имел в ни в коем случае вашей комиссии. Когда есть подготовленная почва, всегда получают... Оно и дешевле для народного собрания, дешевле для готовности. Человек стоит в регионе на месте, который уже приезжает сюда на готовых. Виталий Иванович, пожалуйста. Да, я бы хотел добавить. Значит, правильно привел пример уважаемого председателя народного собрания, о том, что была попытка поехать сразу же, познакомиться с Думой Московской. И некоторые силы, если надо, мы и позвучим эти силы, которые приехали туда за несколько дней нашего приезда и попросили нас не принимать. Мы, в свою очередь, должны были поставить туда специального представителя, который бы разъяснил, что это так или не так. И у нас не было такого человека. Ни на общественных, ни какого. Вот я попросил там одного из товарищей съездить посмотреть, но я бы сказал, да, я бы мог оставить ваши интересы, но у меня нет полномочий. Это первое. Второе. Есть аналогия. Есть председатель парламента любой страны, Молдавии и любой другой страны. И есть правительство. Это у нас народное собрание и исполнительный комитет. У них есть посольство. Чрезвычайные полномочные представители, которые получают заработную плату. Мы не можем сегодня из бюджета платить заработную плату полномочному представителю. Поэтому мы делаем по принципу отчетного консула. То есть это когда человек на самообслуживании, он безвозмездно работает на благо народного собрания. Вы слушайте меня. Для чего нам исполнительный комитет народному собранию? Для чего парламенту, правительству, Министерству иностранных дел, посольства? Для чего исполнительная власть нужна-то? Поэтому только исполнительная власть может иметь своих представителей. Если вы хотите иметь кого-то помощников, которые вам помогут передать там какую-то почту и так далее, закон, регламент допускает каждому депутату иметь несколько общественных помощников. Дальше, первое, если память не изменяет, с выдачей удостоверения и так далее и так далее. Но мы не можем этот институт обладать в дело народного собрания. Мы противоречим логике своей деятельности и места мы не так пошли. Чем мы занимаемся это? Во-первых, если вы помните, домосозор, всегда башком исполнительная передача человека, но обязательно должна быть национальность городов. А на руках собрания его поддерживают. Исключительно в случае, если человек живет в территории Горуси, и не является городом жалом, исключительно в случае. Да, он может представлять. Депутаты, в случае, Сергей Афаначовича, на самом деле, в улице директора человека присутствует законодательный орган другой стороны. Я предполагаю, что это предполагается делать в Москве. Я хочу вам задать вопрос. В прошлом слове мы ездили в администрацию, ездили в грузовую учительницу, в пускайся на думу. Нас принимали. Вам было лучше разумраться, вот вы сказали, что кто-то позвонил, в училище, там вас не приняли. Это несложно понять. Если кто-то, то... Озвучьте, пожалуйста, что понимать. Потому что это претендент, это политический вопрос, если кто-то, значит, повлиял на охот данных целей. Это первое. Второе. Если мы направляем представителя в законодательный орган, он должен быть подготовлен. Он от нашего имя должен говорить. Почему Виталий Иванович, к примеру, не может поехать, или там Сергей Афанасьевич, или там тот же Георгий Георгиевич и говорить, и продвигать нему идею общую нашу, принятую в нашем народном собрании? Почему мы должны принимать каких-то, ну, в условии, наших там сограждан, которые не владеют абсолютно ситуацией, нашими вопросами, и о чем они там будут говорить все депутаты парламента, например, в России и в другую страну? Спасибо. Сергей Афанасьевич. Уважаемый Владимир Михайлович, когда я поддерживаю все предыдущие, что сказано, у нас должен быть представитель, который согласен с народным собранием. Какие там он будет предлагать, как сказать, представлять нас, от чего имени, как бы, в каком ракурсе. Сегодня имеет исполком, исполком международное собрание, как бы, дверь у власти, которые работают практически параллельно друг с другом, законодательная исполнительная власть. Мы должны иметь своего представителя, своего, который не обязательно там должен быть гагалузом, а человеком, который будет влиятельным, который будет нам открывать там дверь. Потому что мы не будем ходить в полемику, не будем сейчас говорить, кто, как и почему мы туда не поехали. Мы будем послать российского, который сказал, что там у них какое-то заседание экстренное наметилось, только потому, что она и та сторона достиг приняла. Сегодня я предлагаю перейти и проголосовать. Депутат Сергей Константинович предложил вопрос наобсудить без телевидения, его это ходит, без камер, да? Нет, не в том, с телевидениями, без, уважаемый коллег, у нас, уважаемый депутат, я хотел бы попросить, что мы все-таки работаем, мы все говорим, что мы действуем согласно закону, согласно регламента, но очень часто мы нарушаем. Я хотел бы обратить внимание, прежде всего, значит, председательное народное собрание, заместительное президиума, вы готовите к вам несколько дня вопросов. Вопрос очень часто будет подготовлен в совершении процедуры. Я вчерашний день, когда узнаю, я на самом деле не знал, потому что, что 6 или 7 осуществленных должностей на поплачиваемые должности в народном собрании. Хотя в законе, о регламенте написано четко, что председательное народное собрание, заместители, председатели комиссии, заместители работают на оплачиваемые условия. То есть вы на позапрошлой сессии приняли против закона, приняли постановление. Я узнал вчерашний день, что у нас даже юридическая комиссия не работает, председатель комиссии не работает на оплачиваемые условия. Это законодательный орган, это не комиссия по спорту, это не комиссия по внешнему связи, это юридическая комиссия, это рабочая лошадка, это рабочая лошадка из объекта насечения. Народное собрание, законопроекты. Через эту комиссию должны проходить все заключения касательно особенностей. Тогда, Владимир Владимирович, надо ставить юристы этой комиссии, а не ставить какого-то там... Да, что надо ставить по специальности. Если комиссия юридическая, значит, ставить юристы и платить. Сергей Афанасьевич, а председатель комиссии только юридической комиссии, не юрист? Или есть другие комиссии? Я сейчас... Какая профиль? Есть комиссия еще? Я сейчас не буду терпеть. Я за Чернина всякий. Негодяй ты после этих дел. Четыре кода. Четыре созова депутат. Стоестный ты, вот кто ты. Все. Петр Ван, Петр Ван. Давайте будем уважать друг друга. Матерец, ты что, ты будешь наезжать как район? Не помню, не помню, не помню. Я помню, я тоже умею. Да, мои гады. Да успокойтесь, господин председатель. Либо мы закрываем заседание, либо прекращаем этот... Давайте мы дадим договорить Сергею Константиновичу. Послушайте, здесь все равно. Больше никто. Я сейчас не конкретизировал особенности отношения депутат. Я лишь сказал о том, что... Это мой данный, я не могу сказать, что каким образом мы принимаем законы без юридической комиссии, вы не объясните. Каким образом, если у нас не функционирует фактически юридическая комиссия. Сергей Константинович, подождите, да? Не перегубай, давай научиться не перегубай, Саша, потом. Поэтому, поэтому, значит, особенности, если он готовен к законопроекту, неважность своей инициативы. Поэтому задал вопрос сегодня, значит, Тарвакскому, Сергей Тарвакскому, при том, что с уважением к нему отношусь, что даже если это его инициатива, она нужна обязательно пройти заключение в юридической комиссии. Комиссия, для заключения мы не можем рассматривать. У нас очень часто вопросов, значит, меняется буквально в третьей сессии. Вопрос должен рассматриваться, как прописано в законе о регламенте. Приниматься на комиссии постановления, направляться по постановлению в президиум. В президиуме нужно рассматривать, принимать решение и направлять в народное собрание. Это принято решение. Нет, конечно, нет. Так делать. Поэтому, если у нас может быть и дарить договоры уже. Если у Петра Ивановича нет возможности, так давайте мы посмотрим, каким образом изменим ситуацию. Но ключевые комиссии должны у нас работать, функционировать. И если у нас давайте другого обсудим, обсудим, обсудим. для рассмотрения должны быть предварительно рассмотрены комиссии. Со всеми комиссиями, подчеркиваю, это требование законов. Профильная комиссия дает обобщающего характера заключения. А у нас этого не происходит.